Торжественное открытие сквера имени Валентина Полева собрало большую часть железнодорожников станции Абакан. Здесь имя ветерана знает, пожалуй, каждый. Про таких, как Валентин Полев, говорят легенда. Отдал 40 лет жизни железной дороги. Принимал участие в строительстве трассы «Мужество» Абакан-Тайшет. При его участии он работал 20 лет главным инженером Абаканского отделения дороги. Швост становления, развития этого всего направления. Послевоенная разруха, сложные годы. И, конечно, на его долю выпала очень такая сложная, интересная судьба. После окончания войны кто-то мог бы сказать, что я уже все свое здоровье и жизнь, что называется, рисковал, отдал стране. Можно было бы успокоиться. Человек не успокоился, участвовал уже в мирное время. Проявлял героизм, поистине героизм в строительстве трассы «Мужество». И как можно еще относиться к таким мероприятиям, кроме как сказать огромное спасибо Красноярской железной дороге. Это один из редчайших случаев, когда мемориал открывается при жизни человека. Валентину Полеву вот-вот исполнится 93 года. Но по состоянию здоровья он не смог присутствовать на открытии сквера. Я когда про это узнал, сам чуть не заблакал, а он прослезился. Он был очень рад, очень доволен. Так уж получилось, что воевал он так же ударно, как работал. Награжден орденами Отечественной войны Александра Невского. Ранен был семь раз. Эти кадры мы писали прошлой зимой. Валентин Полев вспоминает свой главный бой. Операция «Багратион» – переправа через Березину и фашистский пулемет. «Наступаешь, встаешь, бежишь, падаешь, опять встаешь. А тут он же, косилка-то работает. Еще будь здоров, как работает». Сегодня он мечтает при первой же возможности побывать в сквере. Разумеется, с сыновьями. Нужно лишь подкопить силы. Константин Кравцов, Игорь Брюханов. Вести. Хакасия. Константин Кравцов